Любовная мелодрама на фоне трибунала века. В российский прокат вышел фильм «Нюрнберг». Картина, которую планировали еще с 2018-го, а снимать начали в 2021-м, вышла спустя год после вторжения России в Украину, когда все обсуждают «Нюрнберг», но уже для российских военных преступников. На старте проекта пять лет назад его претендовал тогдашний министр культуры и борец с фальсификацией истории Владимир Мединский, «Тема нюрнбергского процесса сейчас, цитата, «приватизирована США, а потому нужно снять такой фильм», говорил тогда Мединский. Кино начинается словами героя Игоря Петренко, начинается суд над нацистскими преступниками, это мы на нем настояли. Анонсировали фильм заголовками вроде «Путин посмотрел Нюрнберг вести с блокадниками» или «Лавров высказался о предстоящей премьере фильма», ну или, например, «Крымские военные одними из первых после Путина увидели фильм «Нюрнберг». А на премьеру пришел директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин и подчеркнул актуальность этой картины. Но, например, фразу Германа Геринга «Русские готовили на нас нападение, поэтому мы нанесли упреждающий удар», несмотря на то, что она напоминает пропагандистские оправдания вторжения в Украину, вырезать из фильма, как я понимаю, не стали. Картину делали при участии Великобритании, Германии и Чехии. По крайней мере, такое партнерство было заявлено. А сам судебный процесс над военными преступниками в этом фильме заслоняется любовной линией главных героев. Кстати, саундтрек к фильму – песня Филиппа Киркорова в стиле его предыдущих хитов. Называется «Если ты уйдешь». Кинокритик Екатерина Барабаш посмотрела фильм «Нюрнберг» и готова поделиться своими впечатлениями. Здравствуйте. Добрый вечер. Ксения, какое у вас сложилось впечатление, о чем все-таки этот фильм и как он сейчас вписывается в контекст войны? Очевидно, что Мединский, когда презентовал этот проект еще пять лет назад, не думал, в каких обстоятельствах картина будет выпускаться. Во-первых, я не очень понимаю его заявление насчет того, что кто-то приватизировал нюрнбергский процесс. Мне кажется, это какое-то очень голословное обвинение, поэтому сам посыл, в общем, видится так достаточно порочным. Сейчас, конечно, этот фильм смотрится совершенно иначе, нежели он смотрелся бы, допустим, два года назад еще. Но первое, что я хочу сказать, во-первых, про сам фильм, даже вот вне контекста, все-таки первая мысль, которая приходит по просмотре этого фильма, эта мысль такова, что если ты не сценарист профессиональный, то лучше все-таки сценариев не писать. И писатель, бывший прокурор Александр Звягинцев, по мотивам романа которого «На веки вечные» снят этот фильм, он очень хорошо знает всю эту тему, он много занимался нюрнбергским процессом, знает все детали, но сценариев он никогда не писал. И совершенно непонятно, почему его пригласили писать сценарий фильма, и в результате получилась, в общем, такая сюжетная сумятица. Как вы сказали, что процесс на фоне любовной истории или наоборот любовной истории на фоне процесса, на самом деле там столько сюжетных линий, и такая между ними неорганичная связь, то есть связи вообще практически нет, что выходишь вот с огромной головой и с ощущением того, что совершенно непонятно, зачем все это было сделано. Ну, да, Екатерина, просто у российских зрителей, российских, я не знаю, пользователей соцсетей, которые обсуждали этот фильм и которые, например, не имеют, как я сейчас пока, к сожалению или к счастью, возможности посмотреть Нюрнберг, возникает подозрение, что в первую очередь, конечно, это пропагандистская картина, потому что мы знаем, как подаются события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в последние годы в российском прокате, ну, особенно сейчас. Насколько эти предположения все-таки справедливы, как вам кажется? Ну, понимаете, сейчас любой блокбастер, ну, скажем так, любой дорогой фильм, это очень дорогой фильм был, вот, любой дорогой российский фильм, связанный так или иначе с отношением с Западом, да, в этом фильме, безусловно, это и есть. С нашим прошлым, с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной, безусловно, это несет в себе очень большую идеологическую нагрузку. Вот. И раз уж Мединский взялся за это дело, то можно себе представить, насколько это казалось нам важным. Но то, что тогда, пять лет назад, когда затевался этот фильм, как сказать, пять лет назад это несло одну идеологическую нагрузку, сейчас оно получилось совершенно другую. И это смотрится, в общем, даже достаточно забавно. Например, когда Геринг говорит фразу, что-то типа того, что если бы не мы напали, то они бы напали. Понимаете, зал смеется. Серьезно? Вот. Какая-то фраза, там что-то вроде того, что я вам сейчас скажу, откуда готовилось нападение, но это просто уже выглядит как мем. Вот. И это бы выглядело вообще как фига в кармане, если бы мы не знали, что это был совершенно другой замысел, что это несло совершенно другую идеологическую нагрузку. Безусловно, там, в той части, где речь идет о самом суде, а это занимает, ну, меньше трети, наверное. Вот. Безусловно, там прослеживается мысль, что да, вот мы здесь были главными, мы здесь были главными. Это прослеживается везде. И последние кадры фильма, я не знаю, все ли на это обратили внимание, вот я обратила, мне это показалось очень явным и таким малоприятным звоночком. В конце идут сухие такие строчки, информативные, что, значит, в результате Второй мировой войны погибло столько-то людей. А дальше идет перечисление, сколько погибло немцев, сколько погибло французов, сколько погибло англичан, сколько погибло американцев, сколько погибло советских людей. И, естественно, советских людей погибло больше всех. И мне кажется, что вообще, ну, если уж говорить совсем так общую примерно, то вообще вот ради этих кадров, ради этого последнего эпизода, такого сухого, информативного, вообще все это и затевалось. Потому что мне кажется, мне кажется, что в этом контексте перечислять количество жертв по нациям, по государству, это, ну, последнее дело. Вот. И мы все прекрасно знаем, почему в Советском Союзе погибло больше всех людей, потому что их бросали и не жалели. Это было пушечное мясо. Вот. Мне кажется, что уже даже вот один этот эпизод, он говорит о том, ради чего это все делалось. Что касается всей этой вот околосюжетной мешанины, любовь, поиски шпионов и так далее, но это все же ради того, чтобы люди смотрели. Но смотреть это довольно трудно, потому что начинаешь путаться в персонажах, в этих сюжетных линиях и так далее. Ну, в общем, на роль главного пропагандистского хита он точно не тянет, я так понимаю? Нет, он абсолютно не тянет, причем в первую очередь из-за своего, ну, как мне кажется, слабого художественного исполнения, в первую очередь. Можно было сделать гораздо качественнее. Я вас благодарю. Это была кинокритика Екатерина Барабаш, которая сходила на фильм Нюрнберг, такой, ну, судя по трейлеру, с ведущими актерами. Сергей Безруков там сыграл одну из главных ролей, фильм, который вышел на днях в российский прокат и должен переосмыслить главный трибунал XX века, но неожиданно для себя, для создателей фильма, наверное, зазвучал совершенно в новых обстоятельствах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok